Я считаю, что на мою юность, которая протекала с конца 90-х, начала нулевых, выпал весь самый сок, который сформировал меня и всех, кому около 30-ти, то есть ваших родителей. Ну или тебя, Андрей, если смотришь. Скорее всего, если вам меньше 17-ти, то игра Doom у вас только Eternal, что означает, что вам меньше 17-ти, а я это уже, кстати, говорила. Так уж получилось, что пиксели способны вызвать чувство страха сильнее, чем реалистичное изображение монстров или мясных комнат. Вы можете с этим поспорить, но вы не можете с этим поспорить. Давайте начнем с того, что покажу вам, как выглядел тот Doom не Eternal, в который играла я и ваша мать. Кстати, привет, Лера, как дети? Помнишь пиксельных монстров? Надеюсь, после всего того, что я успела вам наговорить, вы будете воспринимать меня как максимально серьезного и авторитетного человека. Значит, как мы вообще получили Doom и Doom 2? Все было не так просто, как сейчас. Нашему драгоценному Sky'у удалось раздобыть вот такой диск, на котором было 200 игр. Сейчас уже не вспомню, что за шлаг был из остальных 196 игр, но точно запомнила 4 понравившиеся мне игры. Вот этот вот Quake довольно мясной и кровавый. Также он полон сюрпризов в виде ловушек, которые доводили меня до слез, а моих друзей до смеха. Далее по списку была какая-то, как мы ее называли, копалка. Непонятная, но с сочным приятным звуком, будто кто-то что-то чешет. Братишка, у меня чешутся яйца, почеши мне их, пожалуйста. К сожалению, я не сумела найти ничего в интернете про эту игру, поэтому просто включите свою фантазию. Далее игрулька Оскар про вот такого бурундука, наверное, это бурундук. Прошли года, прежде чем я поняла, что этот странный мужчина не просто бегает по каким-то клевым красочным уровням, а прям врывается на съемочные площадки и просто ворует все возможные роли в кино. В отличие от тупых американских актеров, которым очень нужен Оскар, ему нафиг он не нужен, потому что он и есть Оскар. Вот мы и подобрались к лучшей игре на этом диске, Doom и Doom 2. С вами Ксения Собчак. Вот вам смешно, глядя на этого монстра, а мне было не до смеха. Вы даже не представляете, как сильно я боялась вот этого чувака. Просто давайте подумаем вместе. У него лицо практически на все тело. А теперь представьте, как он загоняет вас в угол и начинает разгрызать огромным ртом. В общем, у меня происходило полное погружение в игру, поэтому если грызли Doom 2, то мне казалось, что грызут меня. Та же история с ними. А пасть-то у них еще больше. А, мне же потом такие классные сны снились. Как я бегала по этим пиксельным коридорам и в полной красе ощущала этот физический контакт. И я в прямом смысле физически ощущала, как у меня сокращаются мышцы в местах укуса. И тогда я просыпалась с щекотливым ощущением в мышцах. Пиши, если же за. Зачем я тогда играла, если это травмировало мою психику? Ну, во-первых, вы слышали какая там музыка? Думаю, вопрос исчерпан. Ну, и так же мне нравилось, как кричат монстры. Да, эти стоны меня очень радовали. Потом судьба предоставила мне еще более приятную игру. Quake 3 Arena. Нам с командой Азарник было безумно весело бегать по каким-то ритуальным залам, с крестами, пентаграммой и прочей атрибутикой. И взрывать врагов, конечно же. Как и положено Quake, он очень мясной. Порой до безумия. Например, был такой уровень, где над пропастью качаются металлические кресты. И если черкашом зайца не убьешь, то вот тут это не работает. Легонечко черканет и разлетаешься на куски. Я, кстати, про другой черкаш, если вы не поняли. Короче. Еще меня мощно порадовала одна мелочь. Сейчас покажу. В общем, в меню были разные уровни сложности. И когда в детстве за древним компом я наводила мышь на Nightmare. А чего, собственно, я радуюсь-то? Так оказалось, что я не одна его боялась. Слышите этот стремный звук? Когда я был мелким, я жутко с него срался. Безусловно, на таком уровне сложности я не играла. И нет, это не потому, что я бот попущенный. А просто мне мама не разрешала. Это чистая правда. Честно. А сейчас люди, которым 27+, руки на стол. И слушаем саунд-дизайн Quake 3 Arena. Кстати, один раз мне реально чуть не запретили играть в Quake. Но не из-за мясных взрывов, а из-за вот этого. Мать была крайне возмущена звуками. А я, девятилетняя, еще не испорченная. Как вы в ноль лет, блин. Ничего не понимала. Типа, что не так со звуком? Но ради матери сменила персонажа. Кстати, моя наивность на этом не ограничилась. Я пригласила мальчика, который мне нравился в гости. Нет, это не Скай. И вот я демонстрирую ему, как, во-первых, я профессионально играю на высоком уровне сложности. А во-вторых, тем, что прошла все арены и открыла уровни. И тогда он решил провернуть четкий прикол. А именно, заверить мне, что в игру можно добавить еще новых скинов. Да и не просто скинов, а пингвинов. Я, честно, первым делом подумала про Шкивера и Ковальский из Мадагаскар. И тут же возник логический вопрос. А как они будут бегать по карте с таким ростом? Это же невозможно по геймплею. Хоть голос логики был силен, но он оказался слабее желания понравиться мальчику. В общем, нужно было прописать. Какой-то код в какой-то строке. Потом удалить весь процесс. Потом перезапустить игру и без пингвинов проходить все по-новой. Я, конечно, ничего не хочу такого сказать. С того дня я твердо решила, что всегда буду следовать логике. Поэтому я и связала свою жизнь с художеством. Ведь это так востребовано. Звучит так, словно я ничем кроме мясных игр не увлекалась. Не спешу вас разочаровать, потому что это не так. Так, еще одной важнейшей игрой в моей жизни был Биг Дик Нюкем. На самом деле не Дик, а Дюк, но пофиг. Короче, идите нафиг. Локацию из первого уровня я помнила детально. Так, словно я сама там находилась. Ну, в принципе, только первый и вроде второй уровень я и помню. Потому что старшая сестра увидела, во-первых, голую тетку во всю стену. Во-вторых, с какого-то уровня танцующих стриптизерш. И она запретила мне играть и срать поттером. Набираем 30 тысяч лайков и я делаю видео продолжение про игры.